Иван Гелие от Матфея Тоже будут предавать вас Не заботьтесь Как или что сказать Ибо то сейчас дано будет вам Что сказать Ибо не вы будете говорить, но Дух Святой Дух Отца вашего Будет говорить в вас Вот как точно подошло Ко дню Троицы Прошествия Святого Духа Я иду по порядку, Иван Гелие от Матфея Потому что воскресные все темы исчерпаны теперь решил по порядку идти в Евангелие точно на этот день подошло о Духе Святом люди о Христе что-то знают, Христос воскрес Иоанн Златоуст говорит празднуйте Пасху постившиеся, не постившиеся пришедшие в первый час и в одиннадцатый, перечисляют всех так и есть люди приветствуются, целуются и знают что такое крестение слышали, по крайней мере желают слышали, как люди восстают от физической смерти а спроси, а что о Духе Святом знают вот и все вот сегодня спросите людей, какие были в храме которые постоянно ходят скажите, какую роль в вашей жизни играет Дух Святой и конкретно сегодняшний день вы услышите гробовое молчание почти всюду а отношение к Духу Святому должно быть иное чем просто к личности Иисуса Христа кто скажет на Сына Человеческого проститься а на Духа Святого не проститься и при том не в всем веке не в будущем что положило мнение будто бы прощение есть даже в будущем веке или просто Христос для усиления речи это сказал не заботьтесь ни о чем как это не заботиться да мы заранее должны знать как ответить ничего не будешь знать вообще ничего не ответишь когда говорит когда поведут вас когда руки будут трястись когда все из ума вылетит мне Бог позволил это испытать что готовился все забыл передо мной все лежит написанное почему? мысленно быстро помолился в чем дело Господи? Господь показывает в данной ситуации ты должен вот это сказать надо научиться слышать голос Божий вчера у нас было 26 мая 26 мая 80 года меня арестовали первый раз ровно 27 лет мне Господь дает большую практику я имею желание поделиться с вами что такое не заботиться что сказать когда вас повлекут когда потащат когда арестуют когда руки сзади вам скрутят а сгодилось ли то что знал? очень сгодилось все знания архипелага ГУЛАГ очень пригодилось я безмерно благодарен автору Александру за этот труд я знал как отвечать что так оно писано не заботьтесь я и не заботился у меня все было готово зачем заботиться человеку который к осени вырастил урожай и он не заботится о семье зачем заботиться? у меня это крома забиты холодильники полные ягод наморозил морозильная камера доверху ему заботиться не надо а вот у которого ничего не было он переселенец а вот тут-то как раз к этим людям и говорится в труднейших обстоятельствах посмотрим хотя бы немного как в жизни людей было когда они были попадали в подобные обстоятельства вот например так называемый прекрасный Иосиф его спрашивают он говорит о Боге его заставляют поклониться он отказывается выравнивает сон и сразу славу относит к Богу и к нему посадили это по самой можно сказать дурной статье по которой льгот никаких нет и не просто попытка изнасилования а человека который по хорошему к нему относился наградил большой должностью дал власть над всем домом и он покусился на хозяйку какие слухи-то были вот евреи что вытворяют а ты евреи они везде такие они весь мир оплодотворили уродством своим и вот такие же слова тогда были все последнее слово скажет Господь ему там в тюрьме и когда будет премьер-министр Египта будет он я думаю доверившись Богу вполне уповал на него в подобных обстоятельствах находился Даниил и три отрока вот мы читаем 3 глава 18 стих Бог силен спасти это пророка Даниила а если не так то знай царь и дом твоим мы не поклонимся они одно знали Бог силен спасти какой Бог Бог и Егова который открылся им они не произносят везде где стоит слово Господь Егова произносилось его специально зашифровали чтобы не согрешить почти 7 тысяч раз слово Егова в Библии звучит в оригинале и так Бог силен спасти нас вот арестованные должны так сказать не заботись ни о чем все твои знания остались позади тебе ничего этого не надо я считал записки верующего профессор пишет как люди в заключении вот по органам НКВД арестовывали они разное содружество начинают изучать биологию геологию астрономию день-два ну профессора попали то все арестованы уже понимают никому это не нужно завтра светильник погаснет завтра потащат тебя к стенке он говорит а я говорил о Боге как надо уповать и все эти группы в него влезли почему язык и вот Дух Святой в день Пятидесятницы сошел и о чем составлено песнопение вещание вот сейчас-то повторяете в пене что означает вещание говорение и далее разные специальности были у апостола были мытари почему не говорить на мытарях сегодня ничего это же первый москвей евангелист мысль лукаврач ну почему про врача это не поете а про кого про рыбарей рыбаки рыбари уловляют вселенную как это пришлось к месту сеть заброшено ну если бы они сидели на берегу да мало того эту сеть повесили слушать да и забыли про нее а сами бы забились в норке как монахи кого бы они уловили да ведь все песнопения всего откроем все монашинство рубит какое оно было кого бы они уловили никого они не уловили а только одно под себя поддавить а ведь церковь образована была в сегодняшний день как она была образована и написано со всего народа собрались люди никто не ожидал и вдруг шум с неба наполнил языки разделились независимо друг от друга теперь а у апостола был кто-то старше первоверховно это все придумки с слов апостола не знали они все одинаковые благодать одна была это сегодня мы знаем первоверховно Петр и Павел это спустя столетия все придумано было не было этого в апостольской церкви они все награждены были языками благодатью и говорением и люди говорили а кто сие говорящие это церковь говорящая а теперь церковь а кто такие молчащие молчащие я недавно только узнал новость такую что когда происходит посвящение человека высший сан допустим в патриархии или когда в епископу ставят тем более если для святителя в митрополиты то они всегда говорят ответное слово я этого не хотел я не думал но благодать помечествующая наполняющая все творящее она за меня сделает я благодарю что мне доверили или я не достоин все говорят слово какого не возьми епископа а их прошло тысячи все говорили сегодня есть особый прецедент созданный оказывается был один человек которого настоловали это настолование называется который не сказал ни одного слова его поставили в молчу я вам говорил про Соломана молчальника и он в керрии сидел молился а там дождь был а тем нужно дождя они его разломали перетащили он молчит теперь там дождь пришел а те опять украли его опять замазали и он сидит а что к нему люди благословляли челесенку пришел его рукополагать епископ ну при рукоположении ты должен ответить ни слова не произнес стал прецедент и вот такое настолование было у митрополита Лавра у нашего Лавра он не произнес ни одного слова когда его поставили митрополита это вот чем дальше живешь тем больше узнаешь что это это загадка при том загадка немалая или нечего сказать или благодать не коснулась Иисус или видишь что бесполезно чтобы меньше имели греха поэтому не сказал я не знаю но факт остается фактом но вот они заговорили на разных языках и о чем о дивных чудных делах вот о чем надо говорить где Дух Святой это образованно была церковь вот эта церковь говорящая и как сегодня церковь мы можем узнать церковь это или не церковь потому как рыбари уловляют вселенную как считали сегодня евангельское чтение Христос сказал идите ко мне и пейте из чрева потекут реки воды почему не с языка чрева и как то звучит то уже не совсем так и чрева это что течет а тот вдруг потечет и вселенную обратит как бы все естество чревом обозначается даже что то теряется этим выражением но по другому нельзя сказать было и перевод сделан конечно правильный и переводчики сделали не менее чем апостольский труд они на языках заговорили с нами почему на пениях день пятидесятницы противопоставляется вавилонскому столпотворению там один язык разделился на многие а здесь многие в одном соединились он понимает языки Павел говорит я более всех вас говорю языками говорю а тут собственно потеряли придумали молчать закрыться чтобы никто не видел и вот по этим признакам мы должны определять где есть церковь где нет говорения евангельских слов о великих делах Божьих где нет пропусти где нет рыбаков уловляющих вселенную под сомнением под очень большим почему потому что благодать духа она наполняет чрева и Христос говорит не просто сплеск какой-то стакан воды реки как один сказал чтобы реки текли наверное моря надо пить потому что и самому чтобы осталось что-то православная церковь вы знаете немножко историю церкви напомню ее первый метрополит епископом был он канонически поставленный потом канонизированный чтенный к лику святых был грек Михаил с 988 года крещения Руси до 992 года 4 года был он и почел то есть умер первый святой и что ну видно что это огромная страна насильно она крещеная насильно но однако она уже христианская считается что греки дали ей свободу и сказали вот теперь рукополагайте ничего ведь не бывало более властолюбивый может быть тысячи раз более властолюбивый папы были греческие напомню для незнающих второго ставят снова греки присылают вот у русских князья сильные покорили грец это им дала фактически когда она взял опять посылают посыльные дайте нам епископа и собирается между собой князья говорит а почему мы перед ними кланяемся если у нас такие же епископы у нас сегодня 36 епископов почему они не могут метрополитом поставить греки никому свободы никогда не давали это я вам для сведения чтобы вы знали я разговаривал с греком но он для виду сказал что мы знаем была непростительная грубейшая ошибка и с реформой в России а как было апостольской церкви по одному языку пощило куда кто пошел там и все там и церковь вот евангелист Март заходит в Александрию сапожник подвеска оторвалась не раньше не позже ремонтировать руку протонушил сотверил крестное знамение зажило пригласил домой все сколько он там был у него ну не 10 лет ставить его епископом его сына в пресвитере пошел дальше все Александрийская патриархия образована на Крит пожалуйста Епифаний Критский это отдельно 5 патриархатов везде все отдельно друг от друга совершенно независимые и претензии на селенское владыче тот селенский патриарх Константинопольский это обман никакой вселенской нет у нас сегодня где-то около 17 автокефальных терпей совершенно независимы друг от друга даже католики и те не едины ставят 2-го 3-го 5-го 10-го греки не дают свободу России они теряют свободу их поваривают турки но там идет непрерывная борьба борьба за невидимое одно естество или два три или четыре одного или две вы знающие писание и читающие истории задайте себе вопрос почему это было только восточной церкви у западной этого не было вообще не было вот эти поместные соборы вот это решение отделения не по нашему все армения отпало одно естество или два вообще не из-за что потеряли-то практически все и они прямо сказали раскольники а по их это означает схизма мы для католиков схизматик это самое переводие христианства заложено при самом когда отделились далеко-далеко до 1054 года схизма схизма раскол незавыбежная церковь вся вселенская православная в этой схизме для католиков и вот ставят десятого епископа князья собираются опять ну почему нам грехи по свободе не дают они никому никогда не дают мы получили греческое наследие двадцатого ставят а ведь надо понимать что это идут века проходит четыреста лет и русская православная церковь все еще под пятой греческой не дают свободу и все человек по-божески и наконец в 460 году 35-й уже ставится и тогда русские князья видят что там уже флорентийская уния прошла греки вообще пошли не в ту сторону тогда они решили ставить своего будем и все князья великие настояли князь великий Василий настоял на этом конечно греки против ставят святого Иону в 1449 году прошло 460 лет это будет 35-й и святого Иону потом митрополиты поставили они и пришлют к лику святым он у нас святого Иона теперь греки затаили глубочайшую обиду кое-кое как великими дарами их увесили тогда они сказали ладно законный пусть будет но никак патриархов уж вы не поставите вот теперь митрополиты ставят у них патриарх они раз в 50 меньше народов Россия до океана до океана свободы все не дают ставят первого патриарха второго десятого они свободы не дают а как случилось дальше то было вот считаем когда уже 15 митрополитов сами поставили и 16 ставят святого Иону и тогда говорят провозгласим патриархам его сколько же это можно провозгласили грекам деваться некуда дали особые горы собрали что могли улезтили а сами римцы эти турецкие даники ставят святого Иону в 1586 года у нас патриаршество в России всего лишь сколько лет они не давали свободы потом признали это прослучилось 26 января 1589 года и патриаршество было по 1605 год это церковь Христова десятым уже был по счету Адриан патриарх в 1690 по 1700 год и Петр первый после смерти его отменил патриаршество и по 1918 год практически два столетия никого не было патриархом а только священный сенот и вот современный патриарх Алексей Второй он является в России 15 по счету его настолование было 10 июня 1990 года точный день моего рождения может это никакого значения не имеет но дата 365 дней она могла разойтись но у нас состоялось так я появился ищуреву а он сел на престол церковь Христова основанная Христом имеет определенные признаки и признаки эти заключаются в живой проповеди вот мы считаем проповедь Иеремии 38 22 когда его призывают он арестованный на допрос вытащили изо рва и о чем он говорит он говорит о великой беде которая грядет на израильский народ царь не надо воевать закрой военные академии воен дать приказ сложить оружие защихлить знамена и идите в плен его едва не убили за непатриотизм все погибли Иеремия останется наступило время не думайте о чем говорит а он думал или нет я не знаю но он сказал именно волю божию вот мы считаем паул было время когда израиль выпросил царя себе и через этого царя израиль потерпел великий убыток потому что царь отступил от бога перестал слушать священника и царство израильское было полностью разбито пока не восстал царь про Бог Давид первая книга царь 14 глава 40 3 стих я нашел место в писании где говорится что абсолютно когда ничего не надо делать не вопросив Бога была битва одно желание было получить полную свободу и царь заклял кто до вечера поест тому смерть а победа да ровно через того который поел и этим кто поел был родной сын когда-то он говорит две ударки дьявол бросил чтобы людей затащить в ад но Господь соделал так что Анафан остался жив почему потом Дух Божий коснулся всего народа вот об этом надо всегда молиться куда пойти где церковь и церковь оказалась там где находится Дух Святой Дух Святой всегда спасает и объединяет одному епископу говорят закройте церковь советская власть он говорит у меня есть молитва на открытие храмов она закрыта таких молитв нет что бы сегодня не говорили отделяющиеся от церкви они никогда не покажут ни одного слова в писании которое повелевало бы по собственным амбициям отделяется от церкви молитвы все только до года все едино наше положение сегодня неопределенное но мы никуда не отошли нетерпимость какая появляется в людях она очень легко выливается в пренебрежение презрение и взлому но повернуть назад к грекам такого в России никогда не было вырвавшись однажды из-под их опеки русские при самой трудной обстоятельствах никогда не возвращались к грекам никогда этого безумия уже не было все понимали скакнуть назад это в трясину египетскую погрузиться туда надо старообрядцы которые не покорились никому они искали рукоположение нашли грека полностью перевели его в России 180 лет у них не было восстановили себе с нарушениями небольшими восстановили себе иерархию и все иерархия русская и сегодня думать надо и очень хорошо к чему призывает Господь в этот день пятидесятницы я не знаю всем ли понятно почему я говорю что нужно вести дневники вот надо молиться и потом подвести итог ну неделя допустим я об этом молился вот где мне быть дошли итог что я получил какой ответ может быть получится что в течение года на триста шестьдесят пять дней ты нуль поставишь и ничего не не молился или молился ответ не расслышал а ответ должен быть очень четкий ответ должен сходиться со священным писанием он не должен противоречить священному писанию потому что еще я потеку третий воды живой вот мы видим в тесных обстоятельствах повели на допрос Степана деяния апостола седьмая глава второй стих он начинает бог слава явился отцу нашего Авраама из-за чего история а чем заканчивается допрос может быть при самом начале он не думал что скажет вы же таковы иные вы всех распинали и его убьют не заботьтесь ни о чем так нам же надо заботиться или нет где мы будем заботиться надо то есть как думать надо хорошо знать писание Степан не заботился он знал это указание но он писание все процитировал если бы не знал пришел да ничего бы он и не сказал хорошо совершенно не заботиться праведно сказать тому кто изучал священное писание вот Павел допрашивается деяние 22.1 говорит мужи и братья вы слушаете вот мое оправдание и далее начал говорить как ему ился свет как его Христос и все не заботитесь ни о чем Павел вчера не знал сегодня он знал почему а это из его жизни был опыт я могу абсолютно точно сказать что Бог никогда не покидает тесных обстоятельств мне когда был вузов приходилось разговаривать с большими начальниками угроза была никогда не выйти из заключения но Господь сделал все по своему не так как они думали после освобождения ко мне приехали полковники на работу и говорят а почему вы вернулись из органов слежения Господь так сделал мало того что вернулся до сегодняшний день еще живу 23 глава Павел предстал перед Синедрионом и сказал строгие речи он не думал о чем говорить и вдруг сказал и назвал их подбеленной стеной это слицемеры все фарисеи его упрекнули он сразу попятился назад и говорит а я братья не знал что тут патриарх сидит первосвященник какую рокировку быстро делает почему потому что Павел говорит я для всех сделал со всем чтобы приобрести некоторых у нас задача другой не должно быть приобрести день пятидесятницы приобрести следующий день будет приобрести и я для всех сделал со всем для кого и кем сделали с греки у нас у русских переводчиков наказывали но не убивали у греков как только перевели на родной языке греческий его переводчика сразу убили они вообще не знают мало того сегодня ухватились доказывать правоту за стиль это даже у русских не было у русских хоть старый обряд обряд палец как прижать да Христос не говорил если палец не так прижмешь то отделись от церкви Христос не говорил что если не тот стиль да Христос как раз новостильник почему потому что только евреям было сказано никому счет вести по лунному календарю по лунному а потом началось почему осознание мира было а потом от рождения Христа и когда это было в 532 году установлено в 532 году Рождество Христа установили новый стиль пошел а до этого у христиан считали от рождения Диоклетиана самого лютого гонителя христиан кажется может быть такого может быть вся Христова Церковь отмечала даты Диоклетианова эра называлась а теперь уже новая эра Христова эра а те которые бьются за старый стиль какой он а он Юлианом Юлием Юлием Цезарем автор его Юли Юлианский календарь а который сегодня новый стиль это уже папа Григорий так по крайней мере католик хотя бы а он правильно сделал абсолютно правильно потому что календарь был не точный и уже посевные работы не стали совпадать на полместа 13 дней накинули и все а возможно ли вернуться а к чему вернуться по лунному календарю Господь нигде об этом не сказал а сказал идите и проповедуйте не стиль не обряд а Евангелие и вот сегодня испытайте себя в этом придите домой и запишите я просил Господу указать где мне быть как я должен жить молись об этом в конце недели на первый день недели отложите деньги какие нужны для церкви а здесь поставьте а что я получил от Бога какой ответ 24 деяния 13 Павел говорит они меня обвиняют но ничего не могут доказать то в чем обвиняют меня сегодня а в чем они обвиняют вот сегодня сказали но обвиняют в чем без благодатности московская патриофия неблагодатная а почему так сказали а сказали греки а греки а греки разбились на бесчетное число старостейники отошли из-за силы и те разбились уже три отдельных юрисдикции а ты какие признаешь я признаю все но говорю что это мертвая зона там проповедовать нельзя они никогда не говорят которые там люди были они совершенно мертвые делаются если ты ничего не делал ты не ходил на проповедь на исповедь ну ты сам определяешь себя где тебе быть некоторые я слышу даже в интернете что а мы решили идти в греческие ну и сказал даже Лазарь не ищите трущобы чужие а то воистину трущобы откуда ты никогда уже не вылезешь если ты благовестник через себя пришли люди ну как ты можешь оставить церковь когда твои извещады куда почему наш епископ так липко ушел потому что от проповеди ни одной души не прием с такой легкостью пошел в другое место да мать разве может бросить свое дитя сказали выходите из вагона а на вагон бросится вытащить его а он из вагона вышел даже никого не взял не благословил не сказал мы даже не слышали как раз наверное сегодня он служит там с тамошним Дмитрием епископом ну и что это его дело его право он это право получил быть свободным а что он для нас сделал за это будем молить Бога чтобы душа его не погибла только и всего не допустить даже мысли что он погибнет и разговора об этом не должно быть в 2 книге Макалейска 7 глава говорится о допросе отроков о чем они говорили о Боге о вечности о воскресении измертых не думайте о чем говорить я был на суде я тщательно готовился в каком порядке скажу к обращисту к судье прокурору у меня бумаги были а мне не дали последнего слова все зарубили ничего не было мне вообще ничего не дали даже фашисты этого не делали что со мной сделали а я потом стал думать страшно обидно а почему потом Господь стал открывать почему потом стал открываться это не сразу до этого человек доходит вот мы считаем в Кавосином 4.6 слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью дабы вы знали как отвечать каждому а как отвечать если ничего не знаешь значит нужно хорошо знать 2 параллельфоминон 24.19.2 они отставили Господа и отставили пророков и что когда Дух Божий объял Захарию и он стал свидетельствовать обличать и они его погубили вот сегодня нужно чтобы было в каждой юрисдикции Господь нашел хотя бы одного Захарию и вывел их вот это мы можем приветствовать чтобы все старые стили новые старообрядцы все выше на проповедь выше а как учиться мне вчера один звонит и говорит ну вот я православный ну почему у нас ничего нет я читаю ваши книги я знаю с баптистами такие они люди хорошие а как вы скажете я скажу хорошие но не в церкви церковь там где есть рукоположение а что нам делать учиться идти проповедовать не спрашивать айти иоанн 14.26 утешите что Дух Святой которого пошлет Отец научит вас всему и напомнит вам все что я говорил вам значит Дух Святой напомнит его предварительно надо было слышать а вот первые апостолы как которые знали языки ну да было один раз так а второй раз а второй раз надо было изучать Кирилл и Мефоди они изучали язык а им недавно было сразу так узнать а как инохентий который северные народы Вениаминов огласил Слово Божие изучал языки а которые лопарям проповедовали изучали языки а татарам которые гури изучал языки ныне надо изучать языки и мы читали как священник один корейский язык изучает чтобы поехать в Корею проповедовать а это от Духа Святого Дух Святой дает память а дальше вложит тебе евангельские слова не надо настаивать что если Богу надо пусть мне даст знание японского языка и я пойду то как можно настаивать тогда сделать моего ребра жену и все одно ребро то я уж пожертвую нет это надо смотреть знакомиться с родителями и все остальные качества Деяние апостола 7 глава Стефанша будучи исполнен Духа Святого сказал вот я вижу небеса отверстые и Сына Божия стоящего одесную вот что нужно исполниться Духом Святым и видеть что за этим и есть я вижу только одно что наша община сегодня никому не нужна но Господь нас может сохранить и с нас что-то может начаться я не знаю но это Господь может знать Он очень легко может самое малое сделать очень большим почему потому что мы говорим о свидетельстве о уловлении Вселенной Словом Божиим Слово Божие говорит нам о том чтобы дети Божии любили Христа всем умом и всем сердцем Дух Божий напоминает я впервые узнал что священники чуть не поголовно курят и не где-то а в греческой церкви мало того и епископы курят так как когда они научились очень давно при царе Алексея Ивановича 17 век еще когда они приезжали сюда их узнавали по запаху они привозили с тобой табачок он их арестовывал жестоко наказывал клеймил с железом и отправлял в Сибирь ловить табалей называлось так все и идти туда куда-то к табакурам сегодня которые никому никогда никакой свободы не давали да сохрани Господь мы сегодня прочитаем наше обращение к Синоду которое у нас уже заготовлено будем просить Бога чтобы Дух Святой не покинул зарубежную церковь не патриарха Алексея мы не поддерживаем патриарха Алексея мы ничего не изменились у нас все остается так же но изменения конечно будут пройдет какое-то время нам будут отвечать оставят они себя или нет это все зависит от благодати Духа Святого который может тронуть сердце молчаливого митрополита и сделать его говорящим и мы об этом будем говорить потому что многие из вас не идут на свидетельство сегодняшний день встанем на колени сегодня будем просить Господи соделай нас говорящими исполненными Духа Святого Аминь субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok